Бизнес должен зарабатывать и хочет это делать на мусоре, но каждый раз риски убытков. Так, по новому закону, плату за воздействие на окружающую среду обязаны платить региональные операторы. В Цитарстане таковое еще не определено, а значит, денежное бремя ляжет на операторов по обращению с отходами. Речь о 264 миллионах рублей. Необходимо внести в федеральный закон изменения, что до выбора регионального оператора с полигонов данная плата взыматься не будет. Инициативу поддержали, помимо прочего, упреждая беспокойство бизнеса. Тариф на плату за воздействие на окружающую среду на этот год в республике не предусмотрен. К счастью, то, что сейчас озвучили, надо материалы передать. Ирик, меню у нас будет, тоже эту тему надо будет на коллегии поднять. На совете подняли сразу несколько вопросов, касаемых экологии. Так, операторы по обращению с отходами должны не просто получать лицензию на деятельность, но и постоянно ее переоформлять. Притом, процедуры аналогичные. В совете предлагают упростить механизм требований для этого внести изменения в федеральный закон. Смотрите, сколько вопросов здесь возникает. Это несовершенство, это бюрократия ваша. А вот обычно население жалуется на ЖКХ. Сегодня же обратная ситуация. Только в прошлом году по заявкам жителей проверили управляющие компании 22 тысячи раз. При этом зачастую жители сразу идут в вышестоящие инстанции. Они напрямую в свои ТСЖ. После того, как управляющая компания неоднократно не выполнила свои обязательства перед собственниками, тогда уже можно наказать. Создать единую систему приема жалоб для всей республики предложил президент. По примеру, портал «Открытая Казань», который вот уже пять лет работает успешно. Я вот не понимаю вас, когда вы начинаете изобретать что-то новое. Люди уже работают в этой системе. Если она работает в городе Казани, если для Казани это подходит, в других местах она точно подойдет. Если даже вот Еремеев сделал, да, значит, если у Еремеева система лучше, значит, у него надо взять. У нас же другого нет, значит, ты придешь и скажешь, давайте мы сделаем новое. Зачем новое делать, если можно купить или взять? Или попросить, чтобы он вам подарил? Физически так и есть, да. Безопасная перевозка детей и уточнение порядка регистрации переоборудованных транспортных средств также были на повестке. Как выяснилось, гостиничный бизнес готовится к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в этом году. Потому как в связи с его проведением уже точится закон и вырастет количество проверок. И сегодня бизнес просит организовать единый информационный центр, из которого можно было бы оперативно узнать изменения в законах. Напомним, Владимир Путин не раз подчеркивал, что задача регионов – сформировать комфортную среду для развития предпринимательства, улучшить деловой климат, применяя системный подход. Владимир Путин отначал Татарстан в числе регионов-лидеров, задающих высокие стандарты по деловому климату. Создание благоприятной деловой среды в каждом регионе и муниципалитете по всей России является ключевым условием для развития малого и среднего бизнеса. Не будет этого. Не помогут никакие льготы, никакие преференции и никакие гранты. Нужно создавать благоприятную деловую среду. Но пока нерешенных вопросов немало. Рустам Мениханов сегодня призвал чиновников всех уровней не мешать бизнесу, ну а в лучшем случае поддерживать и помогать.